Сегодня 28 декабря 2013 года в полчетвертого утра случилась вот такая оказия. С потолка потек кипяток по стенам, затопило комод, бытовую технику убрали, вот с батареи течет это сверху, вот там из-за шторы, с потолка все капает. Кажется забавным, как вода переливается под потолочным покрытием. Только жителям этой квартиры не до смеха, ведь когда-то здесь был хороший ремонт. Правда под самый новый год он приказал долго жить. В доме лопнула верхняя разводка системы отопления. Теперь в новый год жители Ватутина 51 только подсчитывают ущерб. Пришли, все потрескались, все значит отпало, обои отходят. Видите полностью абсолютно новые шкафы, значит теперь все, только их выбрасывать. Еще сгорела электропроводка, в итоге получится 1030, не меньше. Уже 6 января, а пол до сих пор мокрый. Наталья вспоминает, как утром 28 декабря еще прошлого года с потолка хлынул кипяток. Домашний любимец от страха забился на диван. Вода в комнате стояла по щиколотку. Ковшиком вычерпывала воду. Прям с пола? Да, вот отсюда. В этот же день пришли слесари. Однако, вопреки ожиданиям жильцов, они были очень нетрезвые. В доме начался второй потоп, еще сильнее предыдущего. Так начало лечь, что люстра просто вот так на руки мне упала. Я вот такой синяк, вот сейчас до сих пор еще синяк такой, потому что я ее словила буквально. Вообще, просто упала. Вот эти плафоны все наполнились водой. Она стала настолько тяжелой, что там крепление не выдержало. В этой квартире с потолка натекло 15 ведер воды. Людмила до сих пор не может открыть дверь на балкон и сушит свои картины. В сырых квартирах жители встретили холода. Наверное, температура в новогодние праздники опускалась до минус 30. Слесари отмахнулись. Проблема давно уже исправлена. 31 числа идите, посмотрите. Вот это вот все. Доска поперек была. Я фотографировал, просто не вышло ничего. И весь шифер вот этот вон там. Все сложили правильно. Вентиль не выдержал и все. Только вот кто возместит ущерб? Даже фасад дома намек и промерз, а в квартирах до сих пор пахнет сыростью. Мы подали заявление и подали претензию. Это в нашу управляющую компанию «Наш город» в Атукино-50. Мы подали в жилищную инспецию на советскую ССВ и подали в администрацию. Управляющей компанией «Наш город» жителям ничего не ответили. А с 1 января жилфонд вообще передали в доверительное управление компании «Дом плюс». Так что пока не ясно, с кого спрашивать. Александра Поддумная, Владимир Махмутов, Интеро ТВ.